Они снимали свои личные спортивные достижения на айфоны и фотоаппараты, планшеты и прочие девайсы. Личные спортивные рекурды вовсе не волшебство видеомонтажа, демонстрируют конкурсанты, жизнь которых изменил спорт. Всякие упражнения и говорила. А что говорила? Это как спорт сменил мою жизнь. Всего на конкурс прислали 177 заявок видеороликов, в которых спортсмены-любители со всей области рассказывают и показывают свои атлетические таланты. Я хотела поделиться своей историей, как я была маленькая. У меня была мечта заниматься спортом, но я училась в музыкальной школе. Это мечта моих родителей. Я играла на фортепиано. Но, во-преки всему, моя мечта исполнилась. Я занимаюсь легкой атлетикой до сих пор и сейчас помогаю исполнить мечты маленьким звездочкам, работая тренером. Компетентные жюри в нескольких турах оценивала любительский паркур, фигурное катание, футбол, теннис и художественную гимнастику. В итоге названы пять победителей в пяти номинациях. А вот семья Кузнецовых удостоилась особого приза. Их семейная страсть к зарядке по утрам буквально покорила главу региона. Почувствовала гордость за свою семью, за спорт вообще. Конечно, от губернатора это вдвойне приятнее. И мы им очень благодарны. Определиться с именами победителей было очень сложно. И здесь у каждого члена жюри появилась своя система критериев отбора. У нас были дискуссии на предмет того, что освещение не то, иногда звук не то. Вопрос в том, что мне кажется, что конкурс, когда он первый, всегда важно, чтобы выбирались тех, кто хотел показать основную цель конкурса. Цель основная была, а что значит спорт в жизни. То есть те, кто доносил наиболее эмоционально, наиболее ярко, я считаю, что это и получилось. По оценке профессионалов, конкурс показал, что создающиеся в регионе условия по развитию спорта дают нижегородцам больше возможностей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Если мы вместе начнем заниматься популяризацией спорта, и если у нас больше будет таких семей, они не должны стремиться к каким-то высочайшим спортивным результатам. Хотя и это не вредно, но если они будут регулярно общаться на спортивных площадках друг с другом, соревноваться в каких-то семейных эстафетах и двигаться, 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 это же прекрасно. Это будет продлевать каждому жизнь, это увеличит продолжительность жизни в нашей области, это сделает нашу область уже областью, где население прибавляется, где растет количество детей. Это все прекрасно. Такой опыт будет обязательно тиражирован, рассказывает глава региона. Ну а пока всем желающим можно взять мастер-класс, посмотрев пару-тройку роликов в блоге губернатора в живом журнале. Анастасия Рябова, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.